Дорогие мои братья Наш слайд, который мы уже показывали Что делает проповедь эффективной Мы говорили о том, что проповедь эффективной Делает верность библейскому тексту Четкая структура и правильное произнесение Первый из этих пунктов мы уже рассмотрели Верность библейскому тексту Мы довольно много времени посвятили тому Чтобы правильно текст истолковать Конечно, размеры нашего курса и его временные рамки Не позволяют нам очень глубоко изучить Предмет толкования Писания Я очень надеюсь на то, что каждый из вас Займется самообразованием Прочитает учебники по экзегетике и герменевтике И станет экспертом в толковании Писания А возможно, вы обучались в каких-то учебных Духовных заведениях и обладаете необходимыми навыками Я призываю вас не останавливаться в своем совершенствовании Совершенствуйте навыки толкования Писания Но вот какая проблема есть Когда речь идет о проповеди Писания Когда речь идет об экспозиционной проповеди Толкующей и объясняющей людям библейский текст Проповедники чаще всего оказываются беспомощными Они вооружены знаниями по экзегетике Но у них не хватает промежуточного звена Позволяющего экзегезу превратить в план Гомелитический план проповеди Таким недостающим звеном, на мой взгляд Может стать синтаксическая диаграмма текста Мы с вами переходим ко второй составляющей Эффективной проповеди Это четкая структура Но прежде чем мы с вами научимся Составлять план проповеди Видеть основную мысль текста Нам нужно овладеть Искусством составления синтаксических диаграмм Что это такое, братья? На экране вы видите сейчас простой пример Синтаксической диаграммы Это схема текста Синтаксическая схема или диаграмма Это слова-синонимы Это расположение текста, делающее понятным связи слов в предложениях Скажу пару слов об истории появления такого способа Это не мое изобретение Все вы в школе изучали синтаксис Связи слов в предложениях Грубо говоря, вы знали, что такое члены предложения Что бывают главные члены предложения Подлежащие и сказуемые Подлежащие вы подчеркивали одной чертой Сказуемые двумя Определение подчеркивали волнистой линией Дополнение пунктиром А обстоятельства точкой пунктиром И дальше этого в школе, скорее всего, вы не шли Но русская синтаксическая схема Русский синтаксический разбор предложения Не подразумевает перестановки слов Из-за этого очень часто мы теряем ощущение Главных членов предложений и второстепенных Понятно, что порядок слов в предложении очень важен Он важен и в еврейском тексте, и в греческом, и в русском Но о порядке слов в предложении мы всегда обязаны помнить И мы помним о нем в процессе толкования Ведь когда мы, собственно, проходили через процесс толкования Мы должны были учитывать порядок слов в предложении Это необходимо для того, чтобы учесть все инфатические ударения Которые захотел сделать автор Ведь от порядка слов в предложении действительно многое зависит Мы можем сказать Школьники ходили в театр А можем сказать В театр ходили школьники И тем самым подчеркнуть Что они не в ночной клуб ходили А именно в театр Ну и сделать таким образом нужно инфатическое ударение Однако В процессе подготовки к проповеди Нам нужно уйти На время уйти В учебных целях От авторского расположения текста От авторского порядка слов в предложении Нам нужно расположить слова Наглядным образом Эта схема Чего уж греха таить Американская Скажем это сразу Пусть вас это не смущает Эту схему проходят американские дети В своих школах Конечно В упрощенном виде Однако Эта схема принята на вооружение Учеными-библеистами В частности она реализована В известной программе BibleWorks И эта схема Которую мы с вами будем изучать Адаптирована Под русский язык Вообще-то В программе BibleWorks Она Применяется для исследования Греческого текста Но русский и греческий Так уж нам повезло Похоже У них Сходная грамматическая структура Поэтому Для русского языка Эта схема работает В Самарской семинарии Была предпринята попытка Адаптировать Принципы Этой схемы Под Нужды русского языка А мною Принципы построения Этой схемы Были Несколько Упрощены Поэтому Я постараюсь Дать вам Максимально Полные правила Для построения Подобных синтаксических схем Но в то же время Они Будут Ну максимально Упрощены Насколько это возможно Чтобы не потерялся смысл Прежде чем мы перейдем К изучению Синтаксических схем Я хотел бы призвать вас Настроиться На очень серьезную И трудную работу Братья мои Это непросто Вам нужно вспомнить Курс русского языка Школьный курс русского языка Если кто-то из вас В школе курил букварь И по русскому языку Имел тройку Я вам советую Прямо сейчас Остановить Воспроизведение Наших уроков Достать учебники По русскому языку И хорошенько Проштудировать Все что касается Морфологии И синтаксиса Русского языка Вы должны Свободно Оперировать Такими понятиями Как падеж Как изменение Слов По падежам Изменение глаголов По временам По наклонениям И так далее То есть вы должны Хорошо знать Морфологию Кроме того Вы должны Свободно Оперировать Синтаксическими Понятиями Знать Все члены Предложения Хотя мы Об этом Будем еще Говорить Знать Чем отличаются Части речи От членов Предложения И так далее Конечно По ходу Действия Я буду делать Какие-то Замечания Если вам Что-то Будет непонятно Не бойтесь Остановить Воспроизведение И вернуться К началу Прослушать Еще раз Скорее всего Ответ На ваш вопрос Я уже Произносил К сожалению У нас Нет возможности Живого Контакта С вами Но тем не менее Постарайтесь Быть максимально Внимательными И я верю Что вас Будет Ждать Успех Настройтесь На трудную И серьезную Работу Которая Однако Будет Хорошо Вознаграждена Братья Вы научитесь Видеть Суть Библейского Текста А ваши Слушатели Получат Вкусную Духовную Пищу Прежде чем Мы начнем А эта лекция Довольно-таки Вводная Я хочу Рассказать вам Одну историю Которая Ответит На важный Вопрос Этот вопрос Вы зададите себе Примерно После второго Часа Прослушивания Принципов Составления Синтаксических Схем Вопрос Будет звучать В ваших головах Примерно так Зачем Нам нужна Вся эта Дребедень Для чего Вообще Всей этой Дребеденью Нужно Заниматься Неужели Нельзя Поступать Как Отцы Наши Которые Просто Читали Библию И просто Проповедовали Я хочу На этот Вопрос Ответить Сразу Ну Во-первых У отцов Наших Не было Возможности Учиться А если Бог Возможности Не дал То он И не спрашивает С того Человека Которому Не дал Возможности Бог Не будет Требовать От безногого Быть чемпионом Мира По бегу На лыжах Если У братьев Не было Возможности Обучаться Бог Восполнял Этот недостаток Другими Способами У вас же Возможность Такая Есть И Господь Я очень Боюсь Что когда-нибудь Скажет мне Лукавый Раб Именивый Ты имел Возможность Учиться Но ты Не учился А вот Какую Историю Хочу Я вам Рассказать Однажды Меня Пригласили В класс По гоминетике В качестве Такого Слушателя Тире Эксперта Преподаватель Был Очень Хороший Я не буду Упоминать Фамилии Сейчас Дабы Никого Не обидеть Но Преподаватель Был Очень Высокой Квалификации При этом Студенты Представляли Собой Служителей Церкви Тоже Очень Высокого Ранга Это не были Простые Члены Церкви Это были Очень Серьезные Служители Преподаватель Знал Что мало Кто из этих Служителей Получил Высшее Образование А уж Если быть Совсем Точными То почти Никто Поэтому Преподаватель Всячески Пытался Избежать Специальной Терминологии Когда речь Шла О толковании Священного Писания Преподаватель Пытался Совершить Чудо Ну Каким-то Образом Все-таки Направить Внимание Братьев К библейскому Тексту У него Это получалось Плохо Но не потому Что он был Плохой Преподаватель Он хороший Преподаватель Просто Братья Никак не Желали Понимать О чем Идет Речь Это было Видно Ну Во-первых По вопросам Которые Они Задавали Представьте Себе Что я Объясняю Вам Принцип Работы Двигателя Внутреннего Сгорания Говорю А тут Братья Есть Поршень Кривошипно Шатунный Механизм Тут Есть Кольца Компрессионные Маслосъемные Двигатель Внутреннего Сгорания Тут Компрессия Происходит Впрыск И так далее А вы Задаете Мне вопрос Тянете руку Ну Какой вопрос Вы говорите А картошку Когда Чистить И лук Надо ли Туда Бросать Ну То есть Вопрос Совершенно Из другой Области Примерно Такого рода Вопрос Были Задаваем Лектор Но Расстроило Меня Даже Не Это Расстроил Меня Один Момент Преподаватель В один Момент Все же Не Удержался И Произнес Фразу Буквально Она звучала Так А вот Здесь Посмотрите Братья В текст Здесь Содержатся Императив И Три Депричасти Фраза Вызвала Истеричный Смех В аудитории И Сквозь Этот Хохот Прорезался Чей-то Голос Да Я Еще Со Школы Эти Слова Ненавижу Мне Стало Стыдно Я Покраснел Как Рак Потому Что Это Были Непростые Члены Церкви Это Были Люди Называющие Себя Служители Слова А уж Коль Скоро Ты Назвал Себя Служителем Слова Подумал Я Как же Ты Имеешь Право Пренебрежительно Отзываться О словах Какое же Имеешь Ты Право Не Быть Филологом Пусть И Самоучкой Филологом Пусть Филологом С Недостаточной Квалификацией Но Какое Право Ты Имеешь Не Любить Слова Ведь Филолог Означает Любовь К словам Это же Все Равно Что Если Автослесарь Сказал Да Я Автослесарь Я Призван Богом Быть Автослесарем Но Можно Как Нибудь Без Автомобиля Обойтись Можно Чтобы Запчасти Масло Чтобы Без Этого Как Нибудь Я Ненавижу С детства Эти Вещи Знаете Или Если Повар Сказал Знаете Я очень Хочу Быть Поваром Но Продукты Вот Есть Одна Проблема С детства Ненавижу Продукты Можно 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 Нибудь Без Продуктов Буду Поваром Друзья Мои Давайте Задумаемся Очень Серьезно Об Если Уж Вы Решили Стать Служителями Слова Будьте Добры Быть Профессионалами Будьте Добры Изучите Слова Любите Слова Насколько Каждому Позволяет Образование И способности Не надо Прыгать Выше Головы Но Я Вас Умоляю И Очень Прошу Уделите Большое Внимание Процессу Изучения Синтаксиса Продолжение следует Продолжение следует